Всем большой привет! Сегодня хочу рассказать вам о парфюмерии Siberian Wellness, а именно три парфюма, которые есть у меня в коллекции. Их всего три, и они у меня есть, и хочу вам о них поведать. Это вот такая вот серия Aromapolis. Здесь у нас первый парфюм Dark Vanilla Cherry Blossom, второй парфюм Fresh Fick and Spark and Tangerine и Golden Amber Midnight Sapphire. Парфюмы достойные, красивые, изысканные. Парфюмы, какие-то свои необычные, свой характер имеют, да? То есть парфюмы характерные. Поэтому заслуживают внимания, и они у меня есть в коллекции. Я вам буду постепенно рассказывать о своей коллекции парфюмерии именно по сериям. Решила начать с них, потому что они были приобретены мной, можно сказать, самыми первыми в коллекцию, как только я пришла в сибирское здоровье. Ну и вообще о них есть что рассказать. Давайте начнем с Dark Vanilla Cherry Blossom. Можно сказать, он у меня вообще стоит на первом месте из этой линейки, будем так говорить. На втором месте это Инжир, на третьем – Амбра золотая. Вот поэтому начнем такую очередность соблюдать с вами. Итак, флаконы у них красивые, ну, можно сказать, такие в сторону ниши, да? Как сказать, красивые. Однобойкие, но все-таки стильные. Такие вот, ничего лишнего, прозрачные, да? Ну, лаконичный дизайн, строгий лаконичный дизайн. А какая подоплека этих ароматов? Компания нам рассказывает, что вот в разных ситуациях можно применять такой-то, да, парфюм. Например, что нам говорит вот Cherry Blossom? Водичка у Cherry Blossom более темная, да, у остальных прозрачная, видно это. Cherry Blossom очень красивый аромат. Я не могу настроиться. Здесь я чувствую свежую, свежую вишню. И не просто вишню, а, наверное, скорее вишневые цветы. Здесь они и заявлены в нотах. Плюс эти цветы, они обрамлены чем-то таким теплым, вкусным, древесным. Розочку чувствую здесь. То есть аромат такой уютный, обволакивающий. С одной стороны вишневый цвет, а с другой стороны ванилька, да, такая гурманская, которая вот обрамляет аромат. И аромат создается такой какой-то вроде и свежий с одной стороны, но с другой стороны совсем не свежий, а гурманский, сладенький, приятный, вкусненький. То есть он какой-то необычный. И все, кстати, ароматы создавали разные парфюмеры. Но парфюмеры, вот, например, у этого аромата, Черри Блоссом, там какой-то знаменитый парфюмер, который создавал даже Живанши, Армании и другие, да, то есть Люкс создавал. Вот. Стойкость заявлена 6 часов, я с этим соглашусь. Они достаточно все стойкие. Что еще скажу по Черри Блоссом? Там, в общем, нот очень много заявлено, и все красивые, все такие интересные. Но вот то, что я слышу, какой-то такой свежий, романтичный какой-то такой. На цитрусовой, кстати, подложке. То есть он и озоновый, и такой какой-то необычный. В общем, необычный действительно похож на люкс. То есть это не вишневый цвет, да, банальный, как, например, у Арифлейм. Есть там моноароматы, вишневый цвет, там он такой свежий, лайтовый совсем, очень быстро слетает с кожи. Этот нет, этот на вот этих вот подложках всяких разных, и ванильных, и цитрусовых, и так далее. Он и древесный даже, с терпкой нотой. И он поэтому какой-то вот такой вот очень красивый ощущается. Поэтому обязательно попробуйте, кто любит, вишенку. Вот на ком я вижу. Даже на девочках вижу, на подростках, да, да, на женщинах тоже вижу. Таких вот романтичных каких-то. Вот на свидание пойти можно его надеть абсолютно спокойно. Он и не давит, и окружающих не задушит абсолютно. Потом заявлен он вообще как весенне-летний парфюм. Я соглашусь, потому что зимой он как-то, ну, не так он раскрывается красиво. А именно весной и летом, когда цветет все, когда зелень сочная, да, вот это вот все это в воздухе витает, и он просто вот гармонизирует с природой. Поэтому я согласна. Именно сейчас вот его время. Они все стоят где-то около 1800 рублей, но бывают всякие скидки. Сейчас, по-моему, на них скидки висят. Поэтому проходите по ссылке, регистрируйтесь, и можно будет заказать. Кстати, если не хотите регистрироваться, просто можно указать при покупке мою карту, и вам будет доставка в ваш город недорого, потому что доставка по сибирскому здоровью, там зависит от суммы заказа, ну, в разные пункты я могу оформить. Это нужно мне написать ВКонтакте, что вы хотите сделать заказ без регистрации, да, попробовать что-то. И я вам оформлю через свой личный кабинет, раз вы не хотите там, например, регистрироваться, да, по каким-то причинам. И после оплаты ваш заказ уйдет к вам удобным вам способом доставки. Курьер, пятерочка, озон, самовывоз, да, и так далее. Итак, следующий аромат. Fresh Fix sparkling tangerine. Вообще очень необычный, действительно инжирный какой-то такой сладостный. Интересное звучание у него, терпкая зеленая нота инжира. Очень необычный, и именно ноту инжира я в другой парфюмерии не слышала. Поэтому для меня этот аромат тоже необычный, тоже интересный, очень стойкий. И тут не просто зелень, а она сладкая зелень. Вообще очень интересно. Здесь еще какие-то масла очень интересные. По-моему, эмилии здесь какое-то масло с цитрусовой ноткой заявлено, которое продлевает стойкость вообще всех ингредиентов сюда входящих, да. То есть как бы усиливает их звучание. Поэтому аромат тоже нетривиальный, непримитивный, люксовый совершенно. И создан он парфюмером, автором аромата. Ой, авторский такой аромат получается. То есть парфюмер неизвестный, но вот он типа делает тоже ароматы. Красивый и по заказу, в общем, такой какой-то. Я не помню уже их имена. Можно пройти по ссылкам или которые я оставлю обязательно и посмотреть. Все французы, поэтому имена я не запоминаю. Имена очень для меня сложные. Французские даются, кроме Жан-Поль всяких и так далее. Вот. Замечательный, красивый. Тоже рекомендую на... Вообще всесезонный. Повысить настроение. Вот кто любит инжир, здесь действительно нота инжира. А что еще? Ну, там много всего тоже. Но самая такая основная нота, это вот сладкий инжир. Вот. Поэтому рекомендую тоже и девчонкам понравится. И вообще женщинам всех возрастов обязательно придется аромат по душе. И третий аромат это амбра. Golden Amber Midnight Saffron. Для меня это самый тяжелый аромат из этой линейки. Казалось бы, эти такие легкие, вроде бы ненавязчивые. Fresh Fick вообще позиционируется как такой дресс-кодный аромат. То есть можно в офис его женщинам таким уверенным. И вообще уверенность придает в себе. А этот аромат для меня оказался самым сложным. Хотя он такой вроде бы сладкий. Даже немного приторно сладкий. Здесь заявлено нуга, амбра золотая, древесина. Такая влажная древесина. И вот это все тоже авторский аромат. Для меня это немножко тяжело, потому что на мне выдает йодные бинты. Да, под текстом идут вот именно для меня бинты, пропитанные йодом. Не на всех так открывается аромат. Но вот на мне он именно так открывается на моей теплой коже. Поэтому я думаю, на холодной коже он будет лучше раскрываться. На горячей все-таки он немножко не гармонизирует, а вот приторностью своей бьет. Вообще аромат красивый, тяжелый, стойкий, такой, знаете, для женщин таких вамп, которые хотят заявить о себе. И если я его, например, дозирую прям один пшик, и все, тогда да, он может разлететься как-то, у сердца более гармонично и не так навязчиво. Но лучший сезон для его носки – это, конечно же, холод. Потому что в тепле он вообще, ну хотя он восточный заявлен, на Востоке любят теплые, жаркие такие ароматы, да. Можно пробовать, то есть нужно пробовать, как его и когда носить. Так что ароматы все классные, достойные. Обязательно рекомендую их за тесту, жалко, пробников нет. Но вот я вам характер немного рассказала. Конечно, он девочкам не подойдет, это уже такие взрослые дамы, которые с характером, да, на каблуках и так далее, в норковой шубе дорогой. То есть очень красивые женщины, которые ухаживают за собой. Ну вот любят такие яркие, насыщенные ароматы. Извиняюсь за посторонний шум, снимаю на улице. Вот, пишите, комментируйте, кто пробовал, кто покупал. Если хотите, также приобрести, я уже написала, как, рассказала, как и напишу еще в инфобоксе, все ссылки оставлю. Так что обязательно тестируйте эти ароматы, особенно вот эти два, их можно всем абсолютно, абсолютно всем, мне кажется, подойду. Конечно, фрешфик, это такой инжир, который подойдет тем, кто любит именно инжир. Вот вы любите, если инжир, значит вам 100% подойдет. Потому что это аромат необычный, именно инжирный. Вот, подружка у меня протестировала его и как бы так себе сказала, инжир как бы я не очень люблю, вот, а мне нравится. Так что мы все разные и поэтому нужно все тестировать. На этом я с вами прощаюсь и говорю пока, до следующего видео, обязательно сниму следующую линейку, какая у меня есть. Всем хорошего настроения, хорошего дня, пишите, комментируйте, спасибо за лайки, пока-пока. В данном аромате еще заявлен лотос и фиалка. Они тоже очень гармонично в этом аромате находятся, звучат. Лотос дает такую нотку как бы чистоты, свежесть. А фиалка такой цветочный, красивый, теплый аккорд. Создал этот аромат Анжелин Пубо, известный французский парфюмер, творящий для высокой парфюмерии. Создал этот аромат парфюмер Билен Гарсия, парфюмер-самоучка, поэтому аромат авторский. Здесь еще в нотах масло Америса и Абсолю Шафрана, которые дают соблазнительную стойкость парфюму и вызывают чувственный подтекст. Теплый, головокружительный аромат. Можно сказать, такой завораживающий, амбровый, с дорогими компонентами шафрана и Америса. Поэтому аромат тоже достоин своего внимания. Да, я забыла сказать, что сюда еще входит дубовый мох. Он тоже дает такое интересное зеленое, мшистое, влажное звучание. Именно создается впечатление, как будто вы находитесь в лесу после дождя. Такой лес влажный, пахнет такой влажной древесиной. И аромат становится таким необыкновенным, соглашусь, интересным. И ложится на кожу очень интересным звучанием. Мне кажется, у каждого он будет раскрываться по-своему. Черри Блоссом создал парфюмер Люка Сьюзак. Он же создавал некоторые парфюмы для Живанши, как я уже сказала, и для других люксовых фирм. Поэтому известный такой парфюмер. Очень интересный аромат он создал. Чувственный, красивый, цветочный, женственный, шлейфовый, романтичный, бело-цветочный, кстати. Сюда входят белые цветы еще. Поэтому аромат тоже достоин своего внимания. Также вишенка и белые цветы обрамлены сладким миндалем. Аромат необыкновенный, чудесный. Просто потрясающий на весну и на лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова